Сейчас мало кому из саратовцев известно, что здесь, в простом дворе, на улице Вавилова, находится целая галерея из шести скульптур. Однако еще 20 лет назад, по словам местных жителей, здесь по выходным было не протолкнуться от туристов. Сейчас же большинство скульптур находится в плачевном состоянии. К примеру, здесь изображена сказка про Ивана Царевича. У его брата теперь нету головы, а от Ивана Царевича остались лишь ноги. На этом постаменте находился знаменитый египетский сфинкс. По словам местных жителей, буквально несколько лет назад его украли. Как выглядели изваяния, сейчас можно увидеть только на фотографиях. Рядом со сфинксом скульптор Сергей Желтов. Это он установил произведение искусства во дворе дома на улице Вавилова. Вот в этом подъезде он проживал на втором этаже, квартира номер 2. Змея вивает здесь, вот здесь тоже самое, крокодил прям такой лежал здесь, вот обнялся все. Вот подвал, в подвале было отведено ему место, сарай освещенный, все. Там он зимой, он занимался, лепил фигуры. Частыми гостями Сергея Петровича были дети. Для них он создавал сказочных и мифических персонажей. Это и огромная голова, и сказки Руслана Людмила, и герой мифологии сатир. Наполовину человек, наполовину козел. Его хобби, он работал геодезистом. Произведения Сергея Желтова могут стать визитной карточкой города. Потерять их преступления. Так говорят молодые художники и скульпторы, активисты городского движения «Саратов вперед». Восстановление одного из вояния уже подходит к концу. Здесь не было рук, самого главного в этой скульптуре. Их отломали уже давно. Мы их слепили, покрыты тоже смолой, которая защищает от дождя. Следующий процесс мы будем красить и тонировать. Я думаю, под бронзу сам памятник, а постамент будет серый. Сейчас мы их восстанавливаем. Собираем средства, непосредственно к политикам мы не обращаемся, а ждем помощи от самих горожан. Всех, кто хочет помочь движению «Саратов вперед», обращайтесь по телефону 252-002. Несколько скульптур уже потеряны навсегда, а некоторые можно восстановить по фотографиям. Общественники уже решили возродить сфинкса. Все необходимые средства художники планируют собрать за три недели. Артем Калатин, Алексей Чудин. Новости. Телебъектив.